Здравствуйте, я Александр Герасименко. В этом видео я расскажу вам 9 магических способов, как поднять конверсию вашего сайта. Слово «конверсия» кажется кому-то трудное слово, импортное слово. Нет ничего проще. Если к вам на сайт зашло 100 человек, все они почитали, что у вас там есть, они покликали и ушли, и только один из них купил, это означает, что конверсия вашего сайта равняется 1%. Если силой вашей мысли вы подумали, внесли на сайте изменения, и теперь вас покупает из 100 человек двое, вы в два раза подняли вашу конверсию, она равняется 2%. И теперь вы в два раза подняли вашу прибыль с вашего сайта. Я расскажу вам сегодня, как это сделать. Необходимо осознать, что слово «конверсия» попадает в категорию «маркетинг», то есть использование знаний, психологии человека для того, чтобы зарабатывать деньги. И для этого мы должны понимать психологию этого человека, нашего потенциального клиента в интернете. Есть две характеристики, которые сегодня его очень емко описывают. Первая характеристика – пользователь сегодня экстремально раздражен. И раздражен он обоснованно и по трем причинам. Причина первая – он ищет то, что он хочет найти. Он ищет, ищет и ищет, и не может найти. Причина вторая – его обманывают. Ему показывают фальшивые отзывы, ему показывают фотографии с фотобанков, ненастоящие фотографии этой компании, и он злится, понимая, что меня здесь обманывают. И причина третья, самая простая – он просто элементарно, давно не отдыхал, он давно не спал, он засиделся перед компьютером, он не знает, как правильно нужно жить. Все эти вещи суммируются и делают его экстремально раздражительным. И у него еще вторая характеристика – это же самый пользователь одновременно вооружен. Он раздражен и вооружен. И вооружен он выбором. Он может за одну секунду закрыть ваш сайт, уйти на сайт конкурента и купить там. Поэтому мы должны учитывать в этих девяти способах подъема конверсии эту психологию человека. Давайте расскажем, как это правильно сделать. Итак, девять способов, как поднять конверсию вашего сайта. Каждый из способов – это буква в слове «конверсия». Конверсия – это аббревиатура. Буква «К» означает «Кто ты?». Четко опиши, кто ты такой. Первое, что читает ваш пользователь – это буквы заглавные. Кем вы являетесь? Где я оказался? Мы хотим ориентироваться. Мы пришли в незнакомую ситуацию. Где я нахожусь? То же самое он делает на вашем сайте. Кто вы такой? Опишите об этом очень ясно. В 90-е, когда ты заворачиваешь за угол, там тебя за подворотня, встречает группа подростков или еще хуже того, ребят постарше, я тебя спрашиваю, ты кто? И ты должен был за доли секунды описать, кем ты являешься. Сегодня нас уже, я так надеюсь, что вас в городе не встречает, у нас в Москве все вроде стало спокойнее, нас не встречают за подворотнями люди и не спрашивают, кто ты такой, но та же самая тенденция мигрировала в интернет. И ты обязан знать, кто ты такой, и очень ясно и четко сказать людям, кем ты являешься. По многим причинам. Смотрите, люди сегодня пытаются быть загадочными. Вот хороший пример. В парке Сокольники есть здание, оно называется «Буква-дом». Прекрасное здание, выполнено деревом снаружи, очень интересное. Я к нему подхожу, закрыто. Ладно, прихожу домой, дай-ка вспомнил, дай я посмотрю, что такое буква-дом в Сокольниках. Захожу на сайт парка Сокольники, а там написано, открываю ссылку, вкладку «Буква-дом», написано, буква-дом – это не просто библиотека, это нечто большее. Буква-дом – это не просто корворкинг, это нечто большее. Я закрыл. Послушайте, люди, не будьте сегодня загадочными. Я хочу четко знать, кем вы являетесь. Если вы не знаете, кто вы такой, то я уже даже знать об этом не хочу. Это очень важная вещь. Очень хороший пример сайта, буквально с магической конверсией, это мой сайт speakerclub.ru. И у меня есть огромное количество вариантов, как я могу назвать мой сайт. Но он называется «Курсы ораторского мастерства в Москве». Почему так? Потому что это именно то, что ищут люди. Это ясное, емкое определение, кто мы такие. И у меня есть версии, как назвать ее по-другому, конечно же, есть. Но я этого не делаю. Потому что «Кто ты» – это самая важная часть вашего сайта, выражена в первых же буквах. Еще очень важно. Сегодня люди называют себя территориально. То есть они торгуют в Красноярске и пытаются продать. Компании находятся в Красноярске и пытаются продать в Тамбове. Так не бывает. Тамбовцы покупают у местных тамбовских компаний. Они им больше доверяют. И не получается то же самое, если ты в Тамбове находишься продать Красноярску. Важная вещь – территориальный признак. Далее. Многие компании сегодня называют себя разными вариантами синонимов «посредник». Посредников сегодня никто ничего не покупает. Люди покупают у производителя. И слово «продавец» сегодня в сознании потребителя уже практически синонимизируется со словом «посредник». Вы должны быть производителем. Возникает вопрос, как это сделать. Не можем обманывать наших потребителей. Не будем обманывать. Но мы можем сделать такой стульчик. Мы можем сделать такую тумбочку, такой журнальный столик. И с этого момента мы называемся производителем мебели. Важная вещь. Знайте четко, кто вы такой. Называйтесь правильно. Будьте тем, кого ищет ваш потенциальный потребитель. Пойдем дальше. Абревиатура «конверсия». Вторая буква в слове «конверсия» – буква «О». «О» означает «образы». На вашем сайте должны быть образы, показывающие вас, вашу услугу или ваш товар. Почему? Да просто все. Мозг человека мыслит образами. Если мы хотим передать какую-то мысль нашим потребителям, нам не нужно ее описывать словами, рассказывать про нее. Мы просто можем показать образ. И образ, как готовая мысль, сразу улетает в сознание к нашему потребителю. Можно заглавить свой ресторан в интернете. У нас элитный ресторан. Да ни в коем случае. Потому что, во-первых, слово «элитный» несет в себе некоторый негативизм. А во-вторых, зачем же мы шифруем эту элитность, которая есть, в слова, чтобы потом это слово было распаковано, осознайте изначально, как работает коммуникация устная между людьми. Сейчас я рассказываю вам, как поднять конверсию. И у меня есть огромные сложности. Сложности в следующем. То, что у меня в сознании, как у любого спикера, есть образы. Это очень ясный, четкий образ. Этот образ я кодирую в слова, потому что между мной и камерой нет проводочка, которая может прям в камеру этот образ вставить между моим сознанием. И эти слова перейдут в зашифрованный образ. Далее они входят в ваше сознание, эти слова. Они распаковываются, и у вас в сознании возникает образ. Но каждый раз, когда я кодирую в аудиосигнал мою мысль в виде картинки, она проходит к вам, и у вас раскодируется из аудиосигнала обратно в картинку, происходят помехи. И вы можете эти помехи запросто избежать на вашем сайте, просто отранслируя образы. Давайте образы, потому что мозг мыслит образами. И самая простая вещь, как можно передать вашу мысль в сознание вашего потребителя, это просто дать им готовый образ, они сразу все поймут. Далее идем. Слово конверсия. Следующая буква. Это буква Н. Н означает навигация к. И я подчеркиваю, не по сайту, не по странице удобная навигация, а навигация к тому действию, которое вы хотите, чтобы пользователь сделал у вас на сайте. Далее. Конверсия. Буква В. Буква В означает возражение. Ваша презентация, а веб-сайде не что иное, как презентация в вас, в ваши услуги или в вашего товара. Ваша презентация должна в первую очередь развеять возражение. Помните, что продажа сама по себе – это не просто разговор и не просто презентация. Это разговор или презентация с целью развеять все возможные возражения в сознании вашего потребителя. Поэтому, как это сделать? Какие возражения могут возникнуть? Любые, все возможные, 50, 100 у вашего потребителя. Садитесь за стол и на листочке бумаги все их записываете. Допустим, у вас тот же самый ресторан. И потребитель может думать, а не слишком ли у вас дорого? А вы пишете, нет, у нас большие порции. Слово нет, вы отсекаете ваши презентации и пишете, у нас большие порции и фотографии вашей порции. Далее возникает возражение, а не находились ли вы в каком-нибудь там Кукуево? Вы говорите, нет, мы не в Кукуево, мы находимся 5 минут пешком от метро «Профсоюзная». Вы отсекаете, нет, мы не в Кукуево и оставляете, мы находимся 5 минут пешком от метро «Профсоюзная». А какие черти у вас там готовят еду? Вы отвечаете, у нас не черти готовят еду, у нас готовят еду итальянский повар. И даете его имя. Опять-таки, у нас не черти вы отсекаете, у вас получается, у нас готовят итальянский повар и его имя. И человек, читающий такую презентацию, он еще не понимает, что с ним делается. Он понимает, елки-палки, это классный ресторан, там большие порции, он находится удобно, там прекрасный повар. И причины туда не пойти у него просто отсекаются одна за другой. Еще одна вещь. Ваши конкуренты очень боятся таких презентаций. Поэтому делайте презентации, которые подходят к аборитории «Конверсия», буква «В». Развеивайте возражения. Любые. Их есть два типа возражений. Есть explicit, выраженные возражения, которые вы слышали от клиентов. Есть implicit, те, которые молчат. Они их не выразили еще, но они в них существуют. Поэтому ваша задача, в вашей презентации, то есть на веб-сайте, очень подробно развить каждое возможное возражение ваших потенциальных клиентов. Идем дальше. «Конверсия». После буквы «В» идет буква «Е». «Е» означает «единство во мнении с вашим клиентом». Вспомните выступление Стива Джобса на презентации «Эпла». Стив Джобс вышел на сцену, и из тоненького конверта он достал MacBook Air. Это был самый тонкий ноутбук в мире на тот момент. И весь зал ахнул. Зал ахнул, потому что очень давно эти люди просили всех вокруг себя производителей. «Пожалуйста, сделайте нам тонкий ноутбук». Но никто их не слышал. И Сив Джобс показал «Единство во мнении с пользователями». «Вы хотели, мы доставили». Часто вижу компании, производящие фундаменты, строящие фундаменты для людей. Они пишут, что самое главное в фундаменте – это его надежность. Мы сделаем фундамент, который в три раза надежнее. Послушайте, люди сегодня хотят сделать себе надежный фундамент, но они хотят в первую очередь сэкономить деньги на фундаменте. Поэтому вы должны писать, что мы не закапываем деньги в землю. Мы делаем надежный фундамент, берем пробы грунта и строим самый надежный фундамент, но при этом самый дешевый на вашем типе грунта. Потребитель читает такой сайт и понимает, что эти люди понимают меня. Я хочу дальше с ними сотрудничать. По крайней мере, на этом этапе. Они хоть не закрывают ваш веб-сайт. Поэтому очень важная вещь. Проявляйте единство во мнении с вашим потребителем. Думайте так, как они думают. Понимайте вашего потребителя. Далее. В слове «конверсия» следующая буква – это «Р». «Р» означает «результаты». Часто заходим на сайт и читаем. «Я очень доволен тем-то. Мне очень понравилось». Послушайте, мне понравилось, и я очень доволен. И результаты – это совершенно разные вещи. Вы должны давать на сайте результаты, выражаемые цифрами, данными. Это результаты. Хорошим правилом было бы такое соотношение. Процентов 80 информации на сайте, в отзывах – это результаты. И 20 – это мнение. Это как им понравилось. Пойдем дальше. Следующая буква в аббревиатуре «конверсия» – буква «С». И «С» означает «сразу же». Помните, пользователь сегодня раздражен, и он вооружен выбором. И если он сразу не получает то, что он хочет получить, он уходит от нас. Поэтому сразу дайте ему телефон, куда он позвонит, где быстро проконсультирует. Сразу же дайте ему удобную классификацию ваших продуктов. Часто наблюдаем такую ситуацию. Приходит человек на сайт интернет-магазина, и, скажем так, он ищет тарелки. И там нет слова «тарелки», само собой. Вы не можете вынести одну из ваших тысяч наименований на главную страницу. И он уходит. Но если бы у вас была бы очень удобная ссылочка «посуда» в самом начале, на первой странице, то клиент понимает, что «посуда» – это, по сути дела, для него тарелки. Он кликает, думая, что он нашел тут же то, что он искал. Он не нашел, что он искал, но нашел категорию, которой он интуитивно относит товар, который он ищет. Вы обязаны создавать очень удобные категории товаров, чтобы клиенты, приходящие к вам на сайт, думали, что они сразу нашли то, что они искали. К этой же категории относится удобное окно чата, всплывает на каждом сайте сегодня. Единственное, что помните, что если у вас премиум-сегмент, то окно чата больше раздражает людей, оно показывает вашу дешевизну и охоту за клиентом. И если у вас премиум-сегмент и очень дорогие товары, то ваши продажи упадут от такого окошка. Это был небольшой бонус к этому видео. Пойдем дальше. Конверсия. Следующая буква в слове «конверсия» – это буква «И». Вы сегодня обязаны быть интересным. Как строится продажа сегодня? На чем? Почему люди у одних покупают, а у других не покупают? Они покупают, потому что у этих людей к ним больше доверия, к этой компании больше доверия. Так вот, как вы можете построить доверие хоть какое-то, когда клиент не проводит с вами время? Вы обязаны быть интересным, чтобы увеличилось время, которое клиент проводит у вас на сайте, чтобы строилось доверие и чтобы продажа состоялась. Всякого рода истории интересные из вашей компании, всякого рода интересные обучающие факты. Все что угодно, что клиентам интересно, вы обязаны давать на вашем сайте, потому что это увеличивает их время на сайте, а значит, повышает доверие к вам, а значит, приводит к продаже. И далее, последний компонент в слове «конверсия» – это буква «Я». «Я» – вы, как владелец бизнеса, обязаны быть на этом сайте. Олег Тиньков, Ричард Брэнсон, Стив Джобс, Илон Маск, компания Tesla SpaceX – все эти люди, они буквально прославили свои компании. Можно подумать, что кто из них был локомотивом. Компания была успешна, и она вытянула Стива Джобса или Олега Тинькова, или было наоборот. Мне кажется, больше было наоборот. Эти люди сделали свои компании известными. Они были локомотивом, поэтому вы обязаны для повышения доверия, для увеличения продаж быть на этом сайте. Потому что если вы прячетесь, у многих людей возникает вопрос – а где же их владелец бизнеса, и почему он от меня прячется? И большая часть людей просто уйдет с этого сайта, просто не купив, потому что у меня нет доверия к этим людям. Очень важная вещь – формируйте доверие. И я, вы, владелец бизнеса – важнейшая часть этого доверия. Я резюмирую. Одна интересная вещь появляется на сайте askalix.ru. Вы можете сейчас загрузить полностью резюме этого видео в виде конспекта, с готовыми картинками, с инфографикой по ссылке, которая указана под этим видео. Итак, я резюмирую все равно. Для того, чтобы поднять вашу конверсию, соблюдайте 9 самых главных принципов повышения конверсии. Я называю их магическим принципом повышения конверсии. Они очень простые, но все вещи в жизни, они очень простые. Если вы уделяете им нужное внимание и прорабатываете каждую из этих компонентов до конца, ваша конверсия может удвоиться или даже утроиться. Первая буква К – кто вы такой. Четко и ясно опишите, кто вы такой, ваш регион, и называйте себя так, как хочет читать вас ваш клиент. Далее буква О – образы. Дайте образы, чтобы моментально передать ваши мысли в сознание вашей аудитории. Буква Н означает навигация к тому действию, которое пользователь должен совершить на вашем сайте. В – В означает возражение. Очень тщательно, методично развейте все возражения, которые могут быть только в сознании вашего клиента. Выражены возражения, сказанные им. И даже скрытые. Буква Е. Буква Е означает единство во мнении с вашим пользователем. Р. Р означает результаты. Не просто отзывы на сайте, а результаты вашей работы. Буква С. Сразу же дайте потребителю то, что он хочет там найти. Буква И означает будьте интересны, взращивайте доверие на вашем сайте. И чем больше времени клиент проводит на вашем сайте, тем больше он доверяет. И не прячьте себя, как вы делитесь, вашего бизнеса. Вы – это один из самых главных инструментов продажи вашего бизнеса. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи.